Всем большой привет! Добро пожаловать на мой обучающий канал и в этом видео я покажу вам, как сделать такую красивую объемную косу с лентой. Для начала мы берем ленту и складываем ее пополам, так чтобы кончики ленты сходились. Затем нам нужно отделить прядь, которая станет основой для нашей косы и ее началом. Ленту за место изгиба я креплю с помощью невидимок под эту прядь. Для того, чтобы облегчить себе плетение, я использую крем Осис. Можно в принципе использовать любой крем с низкой фиксацией или даже можно просто распылить на волосы воду. Я всегда выдавливаю крема немного себе на стол, для того, чтобы использовать его в процессе работы. Для того, чтобы начать плетение, нам нужно разделить нашу большую прядь на три части и начать плести французскую косу наоборот. Для этого мы сначала правую прядь кладем под центральную, затем левую прядь кладем под центральную. После чего мы начинаем вплетать ленту. Самый простой способ запомнить схему этого плетения, это повторять в голове, пока вы плетете то, что внешняя прядь идет под центральную, затем на ленту и под ленту. То же самое и с другой стороны. Добавляем подхват. Левую прядь кладем под центральную. Затем на ленту и под ленту. И опять правая прядь пошла у нас под центральную вместе с подхватом. Затем сразу на ленту и под ленту. Опять левая прядь ушла под центральную. Берем немножко крема, делаем подхват. Сразу же кладем прядь на ленту и под ленту. Опять правая прядь под центральную. Немного крема, делаем подхват. Кладем прядь на ленту и под ленту. И снова левая прядь идет под центральную вместе с подхватом. И на ленту и под ленту. Опять правая прядь под центральную. Делаем подхват. И кладем прядь на ленту и под ленту. Левая прядь под центральную. Затем немного крема и делаем подхват. И укладываем прядь на ленту и под ленту. На этом этапе я начинаю немного растягивать косу. Для этого я беру аккуратно подушечками пальцев за самую серединку. Очень важно вытягивать пряди именно с середины. Потому что если вы будете тянуть пряди с внешней частью, у вас будут получаться такие больше петушки тонкие. А если с внутренней, то вы будете не растягивать, а просто вытаскивать целиком звено косы. И продолжаем плетение косы. Снова правую часть кладем под низ. Делаем подхват. Затем кладем прядь на ленту и под ленту. Левую прядь под центральную. Делаем подхват. И кладем прядь на ленту и под ленту. Таким образом продолжаем наше плетение до самого конца. Кладем прядь на ленту и под 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 ленту. Кладем прядь на ленту и под ленту и под ленту. Кладем прядь на ленту и под ленту и под ленту. Кладем прядь на ленту и под ленту и под ленту и под ленту. Кладем прядь на ленту и под ленту и под ленту. Кладем прядь на ленту и под ленту и под ленту и под ленту. Я немного приглаживаю пушки с помощью жидкого лака и внешней стороны ладони. Также в таких косах очень удобно приглаживать пушки пенками легкой или средней фиксацией. То место, где в самом начале мы крепили невидимки я просто прячу. Если не хотите прятать, можно просто их аккуратно достать. Наша коса готова. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также дайте мне знать в комментариях, если вы хотите больше уроков по плетению кос и если да, то каких именно. И не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всем до новых видео, пока-пока!